Всем привет, и это очередной видос на моём канале. Я говорю примерно как один ютубер, которого вы наверняка не знаете, потому что его... Ну, в общем, вы его не знаете, я так думаю. И сегодня довольно-таки не особо оригинальный видос, потому что я такое уже у кого-то видел, по-моему, но я это придумал сам, чисто спонтанно, так как у меня сейчас появился новый телефон, на который я, кстати, сейчас и снимаю, так что зацените в комментариях качество съёмки, я надеюсь, что вам нравится то, как оно изменилось. И я когда... В общем, у меня голый Android стоял на телефоне, и мне надо было установить какое-то приложение, я, честно сказать, даже не помню какое, и когда я его, ну, искал себе приложение, то я читал, естественно, отзывы, чтобы понять, какое приложение хорошее, какое не очень. И вот тут вот мне пришла просто бешеная идея в голову снять видео про отзывы в Play Market, так как, ну, там просто можно в одном приложении найти, не знаю, комментов сто отзывов, не знаю, смотря насколько популярны приложения, но можно найти реально очень странные, смешные, просто ненормальные отзывы, которые я сегодня и вам и покажу, в принципе. Если вам понравится этот формат, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Ну, а теперь перейдем к самому видео. Ну, а для начала реклама. Знаете, где лучшие ставки в мире? Конечно же... А, бля, что-то я, по-моему, попутал. Мне аж даже не заплатили. Ладно, тогда переходим к видосу. И, собственно, сама суть видоса. И, в общем-то, отзыв к приложению, по-моему, Quai или Musical, но вы знаете эти тупые приложения. И отзыв пишет какой-то, какая-то легенда и пишет. Ставлю 4 звезды, потому что есть маты в клипах. Чтобы вы понимали, кто не знает про эти приложения ничего, то в этих приложениях суть в чем? То, что ты берешь музыку и ты просто под нее делаешь какую-то херню. Там вот такое вот, что-то вот так вот. И все. То есть, маты там могут быть только в музыке, считай. И он за этого... За... За этого. И он за это, вот этот комментатор, снизил звезду для приложения. Это, типа, все равно, что мне за то, что у меня в видосах есть маты, типа, поставить лайк, но в комментах написать, типа, я оставлю лайк, но не полный, потому что у тебя в видосах есть. И, по-моему, к тому же приложению комментарий, то ли к Quai, то ли к Musical, пишет какой-то пользователь Google. Он решил оставаться неизвестным и пишет. Все хорошо, но я не могу снимать из-за того, что у меня не хватает памяти. Что за бред? Верните старую версию. Сука. Вот, насколько надо быть тупым человеком, чтобы, когда тебе пишут, у вас не хватает на устройстве памяти, пойти и написать отзыв приложению, что это их косяк. И не понять, что у тебя просто надо что-то удалить, чтобы снимать видео. Потому что, когда туда снимаешь видео, оно все равно идет в память телефона. И, ну, как бы, в любом случае получается так. Насколько же надо быть просто аутистом, чтобы этого не понять. Ну, в принципе, в таких приложениях только аутисты и сидят, потому что оно реально просто тупое. Это вот, типа, как, когда высвечивается какая-то ошибка на компе, например. И ты хочешь зайти в игру какую-то, а у тебя высвечивается там, не знаю, что, типа, не хватает системных требований у тебя на компе. И ты такой идешь и пишешь в эту игру отзыв, то, что игра плохая, надо переделать ее, потому что она у тебя не запускается из-за того, что у тебя не хватает системных требований. Это просто гениально. Следующий просто божественный комментарий. Я его нашел одним из последних. И это просто гениально. Отзыв, по-моему, к мюзикле. И какая-то девочка, судя по всему, какая-то татарка, я не знаю. Но с именем пользователь Google, снова, пишет. Я еще не скочала, но думаю, оно класс. Вот бы мне так писали комменты под видео. Знаете, типа, даже видео еще не включил, и типа сразу такой, отличное видео, чувак, я подписался, я поставил лайк там, снимай, дальше такое. Я бы просто, я не знаю, я бы уже, наверное, миллионником был бы. Ну, вот такие вот люди, вот в чем суть, кто сидит вот в таких приложениях и кто ими пользуется. Мне даже просто интересно. Раз, два, три, четыре. Четыре ошибки в одном предложении. Дальше аж два коммента. Я не помню из какого приложения, но тут суть в том, что один коммент прям, это, по-моему, с того же приложения, что и прошлый, и один из этих двух, он просто гениален. Он, точнее, он точно такой же, как и прошлый. У меня только кончается, но я думаю, что это приложение класс. Ну, типа, качается. Просто кто-то, видимо, не умеет писать. Но тут суть в чем? Тут суть во втором комментарии, который звучит так. Пользователь Google, снова пользователь Google, пишет. Спасибо, я лет шесть-семь что-то вроде этого искал. Шесть лет искать приложение. Даже несмотря на то, что тут искала, значит, это девушка. У нее, мне кажется, там уже, блядь, борода выросла. Сука, она шесть лет искала одно и то же приложение. И только сейчас его смогла найти. Ну, что за херня? И вот это вот сейчас, наверное, будет просто лучший коммент за этот выпуск. Снова пользователь Google. Почему-то я заметил, что все лучшие комментарии пишут пользователи Google. Пишет. Вот я даже не знаю, под каким приложением, но это, по сути, абсолютно не важно. Ну, так как то, что будет тут написано, это абсолютно ни к чему не подводит. Комментарий. Не верите? Проверено. Напишите это к любой другой игре. Выпейте два глотка воды и похлопайте в ладоши пять раз. Под подушкой будет лежать красный айфон. Не верите? Проверено. Это отзыв к приложению в Play Market. Интересно, у скольких уже людей есть красные айфоны? В общем, десять лайков на этом видосе. И я проверяю вот это. Я вам точно скажу, проверено это или нет. Десять лайков. Я это проверяю в следующем видосе уже сразу. Так что ставьте лайки. А, и пятьдесят подписчиков на канал надо. Тогда я проверю. Ну, ладно, даже не пятьдесят. Сорок подписчиков и десять лайков на этом видосе. Я проверяю этот коммент, работает это или нет. Следующий отзыв. Снова пользователь Google ставит одну звезду. И пишет. И пишет. Посчитала. Не почитала. Посчитала. Отзывы. От-д-зывы. Многие пишут. Квай супер. Но я даже войти не могу. Интернет хороший. А он Грузии и Грузии. Грузии и Грузии. Просто... Я доляю. Я вот... Мне просто тут интересно, под чем была она или он? Ну, она, да. Она. Когда писала этот коммент. Интернет хороший, но он Грузии и Грузии. А я Россия и Россия. И дальше, в принципе, Ковент, который встречается под, наверное, 90% приложений вообще в плеймаркете. Да и в App Store. Вообще везде, в принципе. Параша. Скачал, чтобы оставить отзыв. Отзыв. И подрочить. Это отзыв к Кваю. Ну, типа, чтобы вы понимали, опять же, кто не знаком с Кваем, посмотрите какие-то подборки из Квая и так далее. Там, в основном, в чем прикол? Ставится музыка, и маленькие девочки, почти раздетые, ну, в шортах, в каких-то топиках, начинают вот такие вот движения делать. Вот такие. И вот поэтому подрочить. Дальше снова. Снова же пользователь Google. Они просто гениальные. Мне кажется, это один и тот же человек просто ставит себе разные аватарки и пишет вот эти гениальные отзывы под именем пользователя Google. Мне это приложение очень нравится. Но маски перестали делать лицо милым. Разработчики, прошу вас исправить это. Блядь, у меня жизнь, по-моему, перестала делать лицо милым. Разработчики, прошу исправить. Так, отзыв в жизни оставил. Блядь, ну, если серьезно, ну, типа, девочка считает, что дело в масках, если они не делают ее лицо милым, а не в ее лице, ну, бывает. И снова пользователь Google пишет коммент к, по-моему, какому-то приложению для видеомонтажа на телефон. Ну, вы понимаете, какой там монтаж. Ну, то есть просто склеить какие-то моменты и все. То есть обрезать видео. И пользователь Google пишет. Не круто. Я хотел видео сместить. Сместить видео. Куда он его хотел сместить, я не знаю. Но при этом он, конечно же, ставит одну звезду и пишет. Мне круто. Ну, да, конечно. Просто если у тебя мозга нету, и ты не понимаешь, как смонтировать видео или что там хочешь сделать. Сместить его оттуда куда-то. То, как бы, понятно, что будет такой вот. Я просто в шоке. И снова, снова пользователь Google пишет. Я не помню, какому приложению. Пишет. Приготовьтесь к очень описанному, ну, большому описанию, почему он ставит одну звезду этому приложению и так далее. Он тут все хорошо распишет. И вы сразу поймете, в чем проблема этого приложения. Вы уже совсем оборзели. Диз. Диз в Play Market. Где там дизлайки, я так и не нашел. Видимо, одна звезда это дизлайк. Пять звезд это лайк. Тогда сколько? Три звезды. Вы уже совсем оборзели. Вот это я сейчас даже никому не говорю. Это я вам сейчас говорю. Вы уже совсем оборзели. Где мои лайки? Где подписчики? Алло. Где просмотры-то хоть? Я что, зря, что ли, это делаю? Я скоро вообще перестану видосы снимать, если так и будет. Все. Всем пока. Я ухожу. Я вернусь. И снова. Уже я не знаю. Наверное, все комменты, которые я сегодня нашел, их написал пользователь Google. Это все пишет один и тот же человек явно. И он пишет. Сначала все было хорошо, но потом он перестал сохранять видео. Я стараюсь, стараюсь, а он не сохраняет. Не советую. Бедная девочка, которая старается сохранить видео. Тупое приложение, не хочет его сохранять. Ведь, ну, 100% там виновата приложение. Девочка же не может никак ошибаться или как-то неправильно его сохранять. Вы вот не поверите, но... Нет, вы поверите. Но вот вы сейчас же видите все вот эти скриншоты, да, поментов. И снова пользователь Google. Нормальное приложение. Люблю здесь видео смотреть. Но, казалось бы, что в этом комментарии такого? Чел просто написал в поментах про YouTube, кстати. Написал, нормальное приложение, люблю здесь видео смотреть. Отклицательный знак, хороший смайлик и одна звезда. Ну, в принципе, с кем-нибудь. Следующий помент. Обновление установилось 4 часа назад. Теперь при работе с Google Custom зависает и не работает. Закрывается. Поломали. Поломали приложение. И, казалось бы, ну, все, он все рассказал. Почему плохая оценка. И он ставит 5 звезд. Это полная противоположность предыдущему комменту. Потому что там была одна звезда. Хотя все, отлично. А тут 5 звезд. Хотя все. Дальше. Шуксрад. Шуксрад. Мадаминов. Пишет. Коммент к какому-то приложению. Бил хорошо. После обновления. Просто не включает. Просто моргает. Шуксрад. Шуксрад. Сука. Что за имя? Это хуже, чем мелдихан сутылхан. Шуксрад. Шуксрад. В следующий раз, пожалуйста, пиши попонятнее. Я ничего не понял. Бил хорошо. Ну и бей хорошо дальше. В чем твоя проблема? И последний комментарий. Который написал просто гениальный пользователь Google. У которого, ну, пухленький мальчик какой-то. Я так понимаю, автор этого комментария. Пишет. В отзывах к приложению Фонарик. Я просто охренел. То, что есть приложение Фонарик. Зачем они нужны? Есть же встроенные приложения Фонарик в тех телефонах, где есть вспышка. Зачем нужны еще приложения Фонарика? Тут я просто этого не знал, что такое вообще есть. Но в приложении, точнее в отзывах к приложению Фонарик. Чел этот пишет, пользователь Google. Вообще-то, Фонарик с миганием нужен. Он может давать сигналы, например, кто-то упал на рельсе в метро. И он может взять Фонарик и подать сигнал, чтобы машинист остановил поезд. Короче, ситуация. Вы живете в Москве, например, в Санкт-Петербурге. В городах, где есть метро, да? Стоите. И человек такой просто стоит и падает на рельсы. Ваша реакция. Вы спрыгиваете тоже на рельсы. Вы слышите, что поезд едет. Что сейчас этого человека раздает. Вы спрыгиваете на рельсы. Включаете приложение Фонарика. С миганием, что важно. Мигаете в глаза машинисту. И он сразу останавливает поезд. Такие ситуации, на самом деле, случаются с каждым человеком очень часто. Я вот каждый день, когда в метро езжу. В моем городе нет метро. Это шутка. Постоянно кто-то на рельсы падает. Я сразу фонариком хопа, 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 помигал. Машинист поезд остановил. Все, я сел в поезд, дальше поехал. И все. Все отлично. Еще на моих глазах никого не раздавили поездом. Слава богу. Все у меня в жизни хорошо. Это был последний комментарий в этом видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Где-то вы посмеялись. Где-то вы сделали фейспалм, как и я, когда искал эти отзывы. И надеюсь, что вы поставили этому видео лайк. Подписались на мой канал. И, конечно же, 10 лайков. И я проверяю один из этих отзывов. Что будет, если я выпью 2 глотка воды, похлопаю 5 раз. И загляну под подушку. Будет ли там красный айфон или нет. На этом видос заканчивается. Всем удачи. И всем... Всем... Йоу, друзья!